На этих иллюстрациях выросло не одно поколение. Конёк-Горбунок Ершова, господа Головлёва, Салтыкова-Щедрина и знаменитая мадам Бавари. Милошевский очень талантливо подбирал образы как к русской, так и к зарубежной классике. Причём для разных изданий никогда не повторялся. Уникальные работы в Липецк привезли из собрания Воронежского художественного музея имени Крамского. В них и отражение того времени, когда жил художник, и узнаваемые эпизоды произведений. В таком бурном художественном потоке множество людей прошло по его судьбе. И самое удивительное, что Милошевский написал об этом книгу и назвал её «Вчера и позавчера». Редкий художник вообще способен, честно говоря, создать, описать эпоху, в которой он жил. А он жил в эпоху слома двух веков. На выставке представлены исключительно подлинные работы автора. Многие из них написаны чёрной тушью с помощью спички. Ученик Императорской академии художеств Милошевский в совершенстве владел техникой классического рисунка. Много писал портретов известных людей. В его коллекции есть образ Мандельштама и необычный портрет Исаака Бабеля. И никак он не удавался ему. Казалось бы, есть внешние сходства, есть, ну всё. Но вот какой-то изюминки, вот той внутренней составляющей, которую мог увидеть художник, он не мог никак увидеть. И был очень неудовлетворён. До сих пор пока в квартиру, где они писали, убежал ребёнок. Он посмотрел на эту, ну необычную, небольшую девочку лет 8-9, увидел её улыбку, захотел мгновенно её нарисовать. Он перевернул лист бумаги, где рисовался портрет Бабеля. И на обратной стороне быстро-быстро, как бы вот такими быстрыми набросками, стремительным пером своим написал портрет этой девочки. И этот портрет очень понравился и самому художнику, и Бабелу. Художник всегда говорил, что время имеет свой цвет, и важно запечатлеть его. В своих иллюстрациях Милошевский всегда был против наигранности. В его методе была теория жизни врасплох. Главная цель, которую преследовал художник в своих работах – отобразить психологические портреты героев. Именно поэтому эмоции на лицах прорисованы до мельчайших подробностей. Мне очень понравились все эти картины. В них художник умеет нарисовать портрет, как бы не точно и с деталями, а передать сам характер человека, которого он рисует. Прекрасно работает с акварелью. И все картины у него получаются очень эмоционально, передают все, что художник сам хотел сказать. Посетители выставки смогут оценить больше 50 работ. Причем среди них не только известные иллюстрации, но и редкие книги из фондов областной и универсальной научной библиотеки. Экспозиция будет работать до 15 апреля. Юлия Нечаева, Михаил Жилкин, Липецкое время.